В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Предприниматели муниципалитета встретили с временно исполняющим полномочия главы Ленинского городского округа Дмитрием Абареновым. Вопросы абсолютно разные от субсидий, львот до земельных отношений, имущественных отношений. В центре социального обслуживания Вера прошла встреча с ветераном космодрома Байконур Александром Тресуновым. Специалист военный был, который помогал запуску ракет наших. Во дворце спорта Видное состоялся традиционный турнир под зюдо. Сегодня расширяется и география участников и, безусловно, растет мастерство. Предприниматели муниципалитета встретили с временно исполняющим полномочия главы Ленинского городского округа Дмитрием Абареновым. В традиционном бизнес-завтраке приняли участие более 50 членов торгово-промышленной палаты. Преодолеть стену непонимания между бизнесом и властью – одна из основных задач бизнес-завтрака. Инициатором таких неформальных встреч выступает торгово-промышленная палата муниципалитета. Данное мероприятие является традиционным. Мы каждый раз проводим данные встречи с бизнесом. Они необходимы для того, чтобы бизнес мог рассказать о своих проблемах, о своих пожеланиях, о своих чаяниях, работая на территории Ленинского городского округа. В очередном бизнес-завтраке принял участие временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов. Сегодня интересы предпринимателей – это номер один у губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. И поддержка бизнеса, и малого, и крупного, и среднего – это приоритетная задача, которая ставится губернатором абсолютно перед всеми главами любых муниципальных образований. Предприниматели округа поясняют, что именно в таком формате можно обсудить самые актуальные вопросы. Вопросы абсолютно разные – от субсидий, льгот до земельных отношений, имущественных отношений. Их много, они все очень интересные, я надеюсь, что они получат все отклик. Председателя комиссии женского предпринимательства торгово-промышленной палаты Татьяну Ершову волнует тема тендеров. В последнее время их на обслуживании территории выигрывают компании, не имеющие отношения к Ленинскому городскому округу. В связи с чем качество предоставляемых услуг оставляет желать лучшего. У нас много предпринимателей, которые участвуют в этих тендерах, и, к сожалению, не всегда выигрывают. Мы на нашей территории знаем очень много добросовестных предпринимателей, которые ведут такой бизнес. Они ответственно подходят к поставленным задачам и их выполняют. Предоставление муниципальных помещений в аренду предпринимателям, возможность деятельности в государственных образовательных учреждениях, кадровый вопрос из-за трудной транспортной доступности и многие другие вопросы получили ответы на встречи. Хотели бы жители в первую очередь решить этот муниципальный транспорт, который до сих пор нет в нашем деревне Лопатин, даже как в Северном доме, напротив Винникоры, Англ-Барок, и каждый днем увеличиваются жители и дома. Будем прорабатывать вопрос, но там не так все просто. Есть по линии Министерства транспорта Московской области, есть определенная, скажем так, кода, сумма на округ, и распределяется она по всеми муниципальным маршрутам. Такая форма общения помогает выстроить диалог между бизнесом и властью, всесторонне обсудить проблемы и, что самое главное, найти пути их решения. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. 12 апреля празднует день рождения Лопатинская школа. К сожалению, в прошлом году из-за режима самоизоляции в связи с пандемией свой первый год существования отметить не удалось. Наверстать решили в этот раз, организовав большой концерт, в центре сюжета которого космическое путешествие. Максим Козлов расскажет подробнее. На сцене актового зала с тем газеты, которые ученики разных классов подготовили ко дню рождения школы. Главная тематика – космос. А как иначе, день рождения школы приходится на день космонавтики. Зрители занимают места в актовом зале, и представление начинается. Именно сегодня, в этот знаменательный день, 12 апреля, наша школа распахнула свои двери. В основу идеи концерта лег довольно необычный образ. Школа – это тоже своеобразный космический корабль, который несет участников по вселенной знаний. И каждый номер – это определенная звезда со своим мотивом и своим настроением. Обычно мы в эти дни проводим какие-нибудь космические игры или еще что-то. А так как совпало вместе с днем рождения, ну, соответственно, и было принято решение, что это у нас полет космический. Так как на самом деле школа – это вообще, то есть, тоже своя такая вселенная, своя такая планета детства. На подготовку концерта ушло около месяца. Репетировали даже в каникулы. Особо радостно зрители приняли номер, который подготовили учителя. Надо сказать, что коллектив Лопатинской школы состоит из 67 высококлассных специалистов. Мы люди творческие, потому что учитель – это профессия творческая. Поэтому идеи приходят, они постоянно разные. Но задумка такая. Мы хотели своей сценкой показать, как выглядела бы школа и учителя в первобытном обществе. Два года назад открылась Лопатинская школа. Отпраздновать день рождения в прошлом году не получилось из-за режима самоизоляции. Несмотря на разные сложности, школе удалось проделать немалый путь и осуществить серьезные проекты. Наверное, большим таким вот событием, которое случилось в этом году учебном, это стало открытие IT-куба, потому что это было очень большое дело, это был очень большой труд нашего коллектива. И действительно, это большая наша победа. Тем более, мы были все-таки очень молодыми. Нам еще не было года, когда мы начали этот проект. И, как уже сегодня было сказано, я очень горжусь открытием создания Магагаринского отряда. Мы действительно стали первыми в нашей стране. А еще десятки победителей в различных конкурсах и олимпиадах. И постоянный рост. Причем не только профессиональный. Если в начале года в учреждении училось чуть меньше тысячи детей, то к концу уже 1370. С днем рождения, школа! В продолжении темы также в Лопатинской школе 12 апреля прошел ряд мероприятий, посвященных Дню космонавтики. Ребят ждал единый космический урок, премьера фильма «Эра», викторина в IT-кубе и многое другое. Посетила их и наша съемочная группа. Ровно в 9 часов 7 минут 12 апреля во всех классах Лопатинской школы стартовал единый космический урок. И этот час в истории России. Именно в это время, ровно 60 лет назад, с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Восток» с Юрием Гагарином на борту. Школьники посмотрели премьеру фильма «Эра», снятого в рамках проекта «Русского космического общества. Киноуроки». Причем помогли картине появиться на свет сами ребята. Был снят на средства, собранные школами России. Мы стали сопродюсерами этого фильма. Наши ребята собирали макулатуру вместе с учителями, с родителями. И вот эти средства позволили снять этот фильм. Затем все желающие смогли посетить интерактивную космическую выставку, где ребята из гагаринского отряда школы рассказали об истории космонавтики в России. 4 октября 1957 года был запущен первый искусственный спутник на орбиту Земли. Гагаринский отряд существует в школе почти два года. Ребята во всем стремятся быть первыми и с удовольствием проводят экскурсии для желающих. Этот отряд позволяет детям, знаете как, нести гордо звание нашего гражданина и соотечественника. Они очень гордятся полетом первого человека в космос. Вот вы, наверное, видели, когда шла викторина, ребятам приятно осознавать, что наша страна была впереди. Впрочем, интерактивная выставка может и сама рассказать об истории освоения космоса. Достаточно навести камеру смартфона на QR-код и попадаешь на сайт музея космонавтики. Ребятишкам очень интересно, особенно поучить взрослого, показать, как работает эта выставка, как подключить QR-код, ну и, конечно, через вот эти технологии узнать важные вехи в истории нашей страны. Также в этот день в школьном центре цифрового образования ITQ прошла образовательная космическая викторина для десятых классов. Старшеклассники должны были быстро найти информацию в интернете, чтобы ответить на интересные и порой весьма сложные вопросы учителя. Цель игры – ознакомить учащихся с космической темой, то есть познакомить учащихся с темой космоса. Ну и мне понравилось, потому что мы выигрывали. Кроме того, в холле образовательного учреждения развернулась яркая выставка художественных работ учеников на космическую тему. Все эти мероприятия прошли в Лопатинской школе в рамках акции «Вместе в космос», организованной местным отделением партии «Единая Россия». В ближайшее время ребят также ждут интереснейшие встречи с космонавтами. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ. В Центре социального обслуживания «Вера» прошла встреча участников программы «Активное долголетие» с ветераном космодрома Байконур Александром Трясуновым. Специалист по сварке и монтажу рассказал о своем впечатлении от крупнейшей в мире площадки для запуска космических аппаратов и поделился интересными подробностями из жизни конструкторов и космонавтов. Александр Павлович Трясунов в этом году отметил свой 86-й день рождения. Но события 60-летней давности помнит в мельчайших подробностях, да и как забыть встречи с мировыми знаменитостями космического масштаба. С Гролевым много лет проработал, а я вот работал в космодроме. Как долго? Да, работал я около 89 лет. Во время общения с участниками программы «Активное долголетие» Трясунов подробно рассказал о том, какое незабываемое впечатление на него произвел сам космодром Байконур. Громадная территория площадью практически 7 тысяч квадратных метров стала его рабочей платформой. Специалист военный был, который помогал запуску ракет наших. Ну вот мы его пригласили, потому что интересно знать, кто же ходит к нам, кто с нами рядом живет. С особым трепетом Трясунов вспоминает встречу с первым космонавтом Юрием Гагариным. В семье долго хранилось зеркало с автографом знаменитости. Современники прорыва в космической сфере хорошо помнят свои впечатления о событии, что так сбудоражило мир 60 лет назад. «Работала на московском мясокомбинате, была технологом. И когда мне пришли кричать «Роза! Гагарин!» полетела! У нас была радость, мы не поверили, что полетела. Вот вся радость была. Все бросали шапки, все кричали «Ура!». Было очень торжественно в то время, это было очень торжественно. Мы в школе учились, я помню, уже в 11 классе, что ли. Вот тоже все были, прям, знаете, вот готовы сами прыгать неизвестно куда, от радости. Представители старшего поколения задали много интересных вопросов и получили практически эксклюзивные ответы от реального участника первых шагов на пути покорения космоса человеком. Галина Житкова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Как оставаться в хорошей форме, правильно и недорого питаться, а также поддерживать свое здоровье? На эти вопросы ответили врачи Южной поликлиники. Где прошел День здоровья? На месте событий побывала и наша съемочная группа. Здоровье начинается не с лечения заболеваний, а с их профилактики. В рамках такого большого праздника, как Всемирный день здоровья, в Южной поликлинике жители муниципалитета смогли пройти диспансеризацию. На осмотр их ждали семь врачей. Хирург, офтальмолог, лор, невролог и другие. Всего семь специалистов узкого профиля предстояло пройти гостям праздника в обязательном порядке в поликлинике Южная. Также участники Дня здоровья смогли сдать различные анализы. В диспансеризации приняли участие 15 человек. Врач-невролог Дмитрий Кузьмин заметил, что некоторые из них пришли на осмотр впервые. По сравнению с неврологическими заболеваниями, оно достаточно большое. И от того, как быстро мы это все продиагностировали, тем быстрее мы можем помочь пациенту. И есть такой возраст, тем крепче нервы, тем лучше здоровья. Пройти диспансеризацию решила Инга Фархатова, директор Лопатинской школы. Она давно придерживается правильного образа жизни и замечает, что в период напряженной эпидемиологической обстановки понимать, в каком состоянии находится твое здоровье, особенно важно. Сегодня вопрос здоровья наших граждан – это, наверное, самый главный вопрос, который мы должны решать все вместе. Очень благодарны докторам за то, что они нас сегодня здесь приняли. Но одной диспансеризации дело не обошлось. Гости праздника прослушали лекцию о здоровом питании и составили свою правильную тарелку. А придумав меню на ужин, можно и нагнать аппетит, сделать небольшую зарядку. Сейчас очень много работы, связанной именно с малоподвижным образом жизни. И что отдать 10-15 минут на какую-то зарядочку небольшую – это совершенно не представляет никакого труда. Но это поможет очень улучшить свое здоровье. Некоторые участники праздника в этот день решились на еще один важный шаг к поддержанию здоровья. Прошли вакцинацию от COVID-19. Сегодня защитить от вируса себя и окружающих такая же важная часть здорового образа жизни, как физическая активность или правильное питание. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Во дворце спорта «Видное» состоялся традиционный турнир по дзюдо, посвященный памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга. На мероприятие побывал наш корреспондент Дмитрий Книга. Каждый апрель с 2015 года во дворце спорта «Видное» проходят соревнования под дзюдо, организованные при поддержке Управления внутренних дел России по Ленинскому городскому округу. Изначально они были посвящены памяти погибшего при исполнении в 2001 году прапорщика милиции Эдуарда Кадырова. Турнир посвящен памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга. Вы все, будущие наши защитники Отечества, самое главное, вне зависимости от ваших спортивных результатов, чтобы вы всегда любили свою Родину, были патриотами, всегда защищали ближних и никого не оставляли в беде. Патриотическое воспитание молодежи – одно из важных направлений работы Совета ветеранов Ленинского городского округа. Проведение подобных спортивных мероприятий – хороший способ сохранить память о погибших сотрудниках МВД. Эти герои, которые представлены здесь, я сомневаюсь, что даже некоторые наши теперешние жители «Видного» этого знают. А ведь это надо рассказывать о них, это герои наши, надо рассказывать о тех людях, которые жили на нашей, так сказать, родной земле. Высокий уровень физической подготовки очень важен для службы в полиции. Дзюдо – один из тех видов спорта, навыки которого помогают во время задержания преступников. Спортивное общество «Динамо» приняло участие в организации соревнований. Этот турнир, он на протяжении пяти лет уже собрал более полутора тысяч детей и подростков. И, конечно же, сегодня расширяется и география участников, и, безусловно, растет мастерство. На состязание приехали юные спортсмены из Москвы, Московской области, Твери, Тулы и других городов Центрального федерального округа. Схватки проходили между юношами нескольких возрастных групп. Даниил Фещенко приехал на соревнования из Краснознаменска. Я готовился со всеми силами, тренировался каждый день, делал дополнительные тренировки. Я думаю, что сегодня я займу какое-нибудь призовое место. Город Видное представляли воспитанники спортивного клуба «Орленок». Я к соревнованиям готовился, занимался, учил новые броски, чтобы эти соревнования не проиграть. Полностью старался, более-менее выложился. Нас тренируют очень хорошо, показывают какие-то комбинации приемов, какие-то полезные броски, которые можно использовать в борьбе. И за счет этого у нас часто победа происходит. Наши юные спортсмены не подвели и отлично проявили себя на татаме. У нас есть и победители, называющие золотую медаль, есть и призеры, есть ребята, которым не повезло в этот раз. Но в общем командном зачете мы заняли первое место. Второе место заняла команда «Самбы-70», ведущая школу спортивной города Москвы. И третье место электростарльской спортивной школы. Все победители и призеры получили памятные медали и кубки. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!